Нет, юноша просто поднимал руку, я, да, извините, спасибо, да. Здравствуйте, профессор. Сначала я хочу вас поблагодарить за выступление. Я из Астраханских государств, университет. У меня такой шикарный вопрос. Какие экономические отношения между Африкой и Китаем? Между Африкой и Китаем, хороший вопрос. На самом деле, я не буду читать лекцию на два часа, у меня это время. Поэтому отвечу очень коротко. Сегодня Китай вложил в Африку около триллиона долларов. Это много. И Китай создал много новых предприятий. Самый главный вопрос, на который мы должны ответить. Из каких денег Африка будет отдавать кредиты Китаю? Да, потому что деньги хорошо брать, но всегда очень плохо отдавать. Да, и вы знаете, что творится сейчас в Сенегале. В Сенегале должен Китаю весь свой бюджет. Очень сложная система в Мозамбике, очень сложная система в Заире. Та же самая проблема в Анголе, в Кении. Поэтому, когда берешь деньги, надо думать, откуда отдавать. Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, приглашаем спикеров на семинар. Роли места России в сохранении всемирного культурного наследия. И продолжаем работу зимней исторической школы. Уважаемые коллеги, мы начинаем наш семинар. Вы знаете, что объединяет Россию, Китай, Англию, Соединенные Штаты Америки, Европу, Африку и так далее? Объединяет, конечно, ЮНЕСКО, ООН. Ну и та тема, тема, связанная с сохранением всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Прежде чем перейти к изложению, у нас, видите, достаточно много докладчиков, а времени мало. Я хотел бы вам представить тех, кто у нас будет наших спикеров. Это Хайруддинов Рамижавилович, директор Института международных отношений. Сидников Айрат Габитович, это директор Института археологии Академии наук, декан Высшей школы исторических наук и всемирного наследия. Это Литярович Валерий Алексеевич, профессор кафедры международной политики. И я Валеев Рафаэль Мергосимович, я вице-президент Российского комитета ИКОМОС, замдиректора Института международных отношений. Ну и прежде чем перейти, я хотел бы с удовольствием передать, пользуясь таким случаем, нашу ИКОМОСовскую карточку, которую привезли недавно из Парижа. Вы расскажите об особенностях этой карточки, что она дает, какие возможности. Во все музеи можно попадать бесплатно, там, где есть соглашение между ИКОМОСом и ЭКОМОСом. Уважаемые коллеги, ну я еще немножко остановлюсь. На самом деле, вот с чем связана вот такая широкая известность темы всемирного культурного наследия? То, что это признается мировой ценностью для всего человечества. Вот с точки зрения самих перспектив, основу этому было положено принятием конвенции ЮНЕСКО в 1972 году об охране всемирного культурного и природного наследия. Представьте, для того, чтобы принять эту конвенцию, более 10 лет спорили страны и приняли такую конвенцию, которая сегодня является самым признаваемым и самым известным в мире ЮНЕСКО. Ну и, по сути, на следующий год будет отмечаться 50-летие принятия этой конвенции. И мы рады, что именно в Казани на следующий год, если конвенция не помешает, будет заседание этого комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день туда принято более 1100 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И следует сказать, что туда попадать становится все сложнее и сложнее. И с этой точки зрения сама конвенция и сами те документы, которые готовятся, это, конечно, и оценка роли государства, и оценка роли научного потенциала, который связан. Потому что готовить эти номинации очень и очень сложно. Почему? Потому что нужно доказать выдающуюся универсальную ценность каждого объекта историко-культурного наследия для всего мирового человечества. А это весьма и весьма сложная задача. Так вот, возвращаясь к теме нашего семинара «Роли места России», дело в том, что, когда принимали конвенцию, было определено три года. В течение которого страны должны были ратифицировать эту конвенцию. Конвенцию, соответственно, на сегодняшний день ратифицировало более 195 стран. То есть это, по сути, все страны, которые считаются, входят в ООН. И, соответственно, Советский Союз ратифицировал эту конвенцию только в 1988 году. Почему? Отсутствие ратификации означает, что страна не может включать в свои объекты всемирные наследия. Да, Россия большая страна, очень много объектов всемирного наследия. Представьте, только в 1990 году, то есть, по сути, на излете Советского Союза, первые три объекта были приняты. Это Московский Кремль, это Ленинград, ныне Санкт-Петербург, исторический центр, и Кижи. Вот три объекта, с которого на сегодняшний день в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО от России состоит 29, как считает ЮНЕСКО. Или, как мы считаем, в России 30. Почему? Потому что туда входит и Херсонес, а ЮНЕСКО, ну, в силу своих определенных политических, ну, их считает, продолжает считать за Украину. Но, тем не менее, роли и значения Херсонеса об этом достаточно говорили. Вот, хотя в той же стратегии государственной культурной политики, в основу государственной культурной политики, которая была утверждена президентом Российской Федерации Владимировичем Путином, было определено, что к 2030 году мы должны войти в пятерку стран, имеющих количество объектов. На сегодняшний день мы девятая страна в этом списке. На первом месте, думаете, кто? Италия. На втором месте Китай. Мы на девятом месте. К 2020 году было поставлено задача 32 объекта включить. Пока включили 30 объектов. Два недовыполнения. Поэтому вот задача, которая, в общем-то, была поставлена перед государством, нам еще надо будет наращивать. Ну, и, соответственно, вот с точки зрения и самого государства, и с точки зрения научного потенциала, очень важно подчеркнуть роль и значимость историко-культурного наследия. Вот я несколько назвал, ну, среди них известны тот же Байкал, тот же самый Курилы, и огромное количество действенные леса Коми, золотые горы Алтая, ну и так далее. Это, как говорится, то знаменитое явление, которое, по сути, показывает нашу страну. Когда мы говорим о Китае, мы всегда все время вспоминаем Великую Китайскую стену, да? Когда мы говорим о России, мы говорим тот же Московский Кремль, тот же Казанский Кремль и многие другие объекты, которые олицетворяют народы и народ России. То есть это, с одной стороны, очень четкая идентификация, а с другой стороны, Россия как страны, ну и той гражданской нашей нации и каждого из народов. И поэтому, с этой точки зрения, вот задача, которая поставлена, это роль и место, она во многом связана как с самой государственной политикой, так и особенно ту роль, которую в этом занимают университеты, Академии наук, соответственно. Ну и следует сказать, почему мы этим занимаемся так. Пришлось, что вот из этих 20-30 объектов, три объекта в Татарстане были включены в список всемирного наследия. Те, кто бывал в Казани, это Казанский Кремль, его мы включили в 2000 году в Австралии в городе Кернси. Это болгарский историко-археологический комплекс. Те, кто ездил в Болгаре в прошлом году, это болгарский историко-археологический комплекс в 2014 году в Катаре. И, соответственно, Успенский собор и монастырь Острова-Града Свиярска, Остров-Град Свиярска, которые, причем они четко были определены, исходя из той государственной политики. Если Казанский Кремль – это показатель болгаро-татарской цивилизации, болгар – это во многом связанное с мусульманством, то Свиярск – это показатель христианской православной, но в то же время и многих других черт. Силу отсутствия времени я об этом не буду говорить, но прежде всего хотелось сказать, что во многом вот та постановка задачи и, самое главное, ту работу, которую мы проводили в составе этой команды, как раз и завершилась. Хотя пришлось выйти на многие показатели, которые, по сути, показывают и роль Татарстана, и роль Казани, и в целом России для того, чтобы на следующий год именно в России провести это заседание Комитета Всемирного Наследия. Ну, в частности, в 2005 году именно в Казани была принята Казанская Декларация и появилось понятие выдающейся универсальной ценности. Это уникальное явление, которое показывает роль и значение мировых ценностей, универсальных ценностей. Вот то, что об этом говорил предыдущий лектор. Другое – это, конечно, на сегодняшний день Татарстан является единственным регионом, кроме Москвы, конечно, который имеет три объекта всемирного наследия, и на этом мы еще работу не останавливаем. Ну и, кроме того, есть ряд вещей, которых приходится достаточно активно взаимодействовать с ЮНЕСКО. Ну, к примеру, скажем, для того, чтобы Татарстан был узнаваемым, в 2002 году Митимир Шарипович сел на самолет и вывесел самолетом артистов нашу еду ЮНЕСКО, и мы провели там презентацию Татарстана и России. Очень хорошо запомнилось. Или вот в 2016 году именно в Париже на Марсовом поле провели Сабантуй, хотя Сабантуй еще не включен в список нематериального культурного наследия, но это отдельная тема. Ну и дальше я не буду останавливаться. Мне хотелось только подчеркнуть еще значение научного потенциала. Дело в том, что в Европе, особенно в отношении экспертов из Европы, существует вот это понятие, которое мы его называем «европоцентризм». Не знают они нашей истории. И вот для того, чтобы подчеркнуть, я хотел сказать, вот последние годы и здесь как раз роль России. Мы, во всяком случае, настаивали на этом, и ЮНЕСКО это приняло. При обсуждении экспертов, раньше эксперты только из Европы, большей частью, сами обсуждали и принимали решения. Сейчас они приглашают каждую страну, которая, в частности, это было вот с Катаром, это было с Вияжском, при обсуждении. Почему? Слишком много субъективизма. Это надо было избежать, и это, во всяком случае, нам удалось. Еще одно явление, которое стало известно в мире ЮНЕСКО, это называется upstream process, то есть восходящий процесс, когда для многих стран это обсуждение уже проводится на площадке самой ЮНЕСКО. Раньше это делала каждая страна. А во всяком случае, это позволяет готовить номинацию. Ну и завершая, вот скажем, если для Казанского Кремля мы подготовили один том, для Болгара мы подготовили три тома, для Свияжска шесть томов. То есть это огромный труд. Ну и самое главное, нужно говорить языком ЮНЕСКО, для того, чтобы они нас поняли, и мы смогли представить наши объекты. Пожалуйста, Рамиль Авилович, вам. Спасибо, уважаемые коллеги. Если позволите, мы так распределили свои полновочия по диспуту и по обсуждению. Следующим мы хотели бы представить Радгабещева Сидикова. Он не только директор Института археологии, человек, который со своей группой вел все археологические раскопки, наиболее значимые на территории республики на протяжении последних 20 лет. Это замечательная команда, но в первую очередь еще это блестящий историк, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия. И благодаря вот этой дружной команде, которая сегодня представлена перед вами, мы хотели бы поделиться о тех интересных объектах в Татарстане, дать краткую характеристику каждому из них, вот с археологической точки зрения, с культурологической, с исторической, геополитической. И вместе с тем рассказать о той большой научной образовательной программе, которая реализуется в стенах Казанского федерального университета. Я думаю, коллегам это будет приятно. И последующим Валерий Алексеевич Нитяев вместе с Радгабеевичем. Они авторы уникальной для России образовательной программы, связанной с подготовкой специалистов в области всемирного культурного наследия, управления культурным наследием. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных, популярных программ, так как компетенции дают возможности выхода на международную орбиту. Честно говоря, мы очень хотели бы увеличить число международных чиновников, выходцев из России, которые бы умели и обладали всеми возможностями работы в зарубежных организациях, в том числе системы ООН и ЮНЕСКО. Пожалуйста, Радгабеевич. Уважаемые друзья, позвольте вас поприветствовать. И присутствие на нашей сегодняшней исторической зимней школе, сказать несколько слов, связанных именно с местом культуры и в понимании России и мира. Культура – это универсальный язык, которым сосредоточено не только то, что созидалось и создавалось, но и то, что воспринимается и передается будущему. И культура, она несет в себе непосредственно объективную информацию. И в культуре сосредоточена традиция, в культуре сосредоточены те своеобразия того или иного места, его богатство, и культура является исключительным инструментом в узнаваемости и в сближении. Чем больше мы друг друга узнаем, тем мы начинаем понимать друг друга, и мы становимся понятнее друг друга, и это позволяет выйти на иной уровень общения, понимания прошлого, истории и тех оценок, и тех взглядов, которые формируются в зависимости от той или иной традиции, в той или иной культуре. Говоря о культурном наследии, я бы еще обратил на один из аспектов. Само понимание культурного наследия, его сбережения, сохранения и понимания в общекультурном пространстве, имеет очень глубокие корни. С древности, с античности, с формирования первых музеев и выходов эдиктов Майорана о сохранности культурного наследия идет осмысление, понимание ценности этих объектов, хранящих в себе прошлое. И здесь важно понять не только процесс осознания ценности культурного наследия, но именно осознание его сохранения. В современном мире, в котором мы живем, мы понимаем, что вещи и культура наследия, оно очень хрупкое и может быть утрачено. Вопросы, связанные с сохранением культуры наследия, именно на межгосударственном уровне ставились достаточно давно. И связано это, бывало, с различными конфликтами, вызнанными войнами, внутренними противоречиями. В современности это не менее актуальная проблема. Мы подобные ситуации наблюдаем. И в регион, где проходят конфликты, это связано с внутренними противоречиями, не просто войнами, которые приводили к разрушениям этих объектов. И особое место здесь в сфере сохранения занимала Российская Федерация и предшествующий Советский Союз, особенно после Второй мировой войны. Вопросы сохранения культуры наследия, вопросы, связанные с обеспечением оценки ценностей, стали одним из приоритетов. И, конечно, и формирование ЮНЕСКО как международного объединения, оно тесно связано с инициативой, которая происходила из специалистов, ученых Советского Союза, сейчас России. И я хотел бы здесь отметить, что ведется очень полномерная и системная работа в этой сфере в России в целом. Россия – это многокультурная страна. И каждый объект, и каждый пример культурного наследия, он транслирует через себя историю того или иного места. Вот мы говорили сегодня очень много об исторической памяти. Историческая память, она сосредоточена именно одним из ярких ее представлений, является объекты культурного наследия. Именно когда произносится или понимание образа какой-либо страны или территории, у нас ассоциативно в голове в первую очередь возникают образы тех или иных объектов культурного наследия. Когда говорится о России, часто мы можем во многих символах и знаках увидеть образы Василия Блаженного, Московского Кремля. То есть это образы, которые воспринимаются как самим сообществом, так и в мире. В Татарстане и в Поволжье в целом имеются яркие свидетельства богатства российской культуры. И включаемые объекты ЮНЕСКО сегодня, они как раз расширяют понимание того диапазона культурного многообразия, культурного наследия Российской Федерации в целом. Вошедшие в последние два десятилетия в число объектов всемирного культурного наследия Болгарское городище, Казанский Кремль и Свиярск, это, безусловно, символы многообразия и культурного пересечения, которые характерны для России в целом. На каждом примере каждого объекта мы можем увидеть это своеобразие. Если в Казанском Кремле это сочетание и развитие русской и татарской культур, выражившиеся в архитектурных формах, проливившиеся в произведениях искусства в Свиярске или в ярких памятниках архитектуры ушедшего, но занимающего особое место в истории России эпохи Золотой Орды. И сегодня вот та работа и те задачи, которые стоят в формировании и решении этих вопросов, связанных с сохранением, с представлением этих объектов, которые получаются именно благодаря работе историков, специалистов, занимающихся этим, и вопросы, связанные с реализацией сегодняшнего восприятия представлений в рамках музейной деятельности, которые ведут музеи, где представляется это все богатство. Мне кажется, это вот та форма и тот формат, который еще дополнительно создает формы объективной истории, исторической правды и формирования, понимания роли и места России в мире и его значения сегодня. Вот, наверное, некоторые моменты, которые я хотел отметить. Большое спасибо. Спасибо. Я думаю, мы еще оставим немного времени на вопросы, а теперь я с удовольствием хочу предоставить слово Литяеву Валерию Алексеевичу, заведующему кафедрой международной дипломатии, профессору Казанского федерального университета. Пожалуйста. Уважаемые студенты, мы очень рады тому, что вы выразили заинтересованность приехать в Катарстан, вы посетили Казань, Елабугу, и, наверное, за дни этой школы вы в полной мере оценили те возможности, которые этой школы были вам предоставлены. Вот несколько лет назад, вот те люди, кто сидят за этим столом, выехали на встречу с экспертами ЮНЕСКО в один из немецких университетов, где ведется подготовка в области культурного наследия. И что самое удивительное, вы знаете, кого мы там встретили? Мы там встретили среди обучающихся студентов МГИМО, выпускников МГИМО, международных отношений. И вот тогда мы как бы пришли к выводу, что то, что наработано было в Республике Татарстан в области сохранения, реставрации наследия, мы могли бы такую программу создать и на международных отношениях. До этого культурное наследие изучалось в рамках направления история, туризм, культурология. Но на международных отношениях мы сейчас это знаем, в нашей стране пока такой программы нет. Насколько это востребовано? Вот Ромир Авилович уже говорил о том, что есть отдельные специалисты в сфере международных отношений, они обладают своими компетенциями в сфере мировой политики, владеют двумя и более иностранными языками. Есть те, кто хорошо знаком с реставрацией, с культурным наследием, обладают соответствующими компетенциями. Но зачастую они не владеют иностранными языками, ни восточными, ни западными, и не разбираются в таких материях, которые связаны с мировой политикой. Вот объединение этих двух компетенций, оно дает действительно синергетический эффект. Для кого эта программа, на кого мы рассчитываем? Конечно, мы приглашаем и тех, кто пожелает к нам приехать. Для тех, кто планирует работать в международных организациях, связанных с культурным наследием. Это и КРОМ, и КАМОС, и ЮНЕСКО, и Организация Объединенных Наций. Это особенно востребовано для иностранных студентов. Они могут работать от ТАШЕ по культуре, в Министерство культуры своих стран. Хочу акцентировать внимание, что в Германии, в сфере археологических исследований, вот эту сферу курирует Министерство иностранных дел. Что нами введено в образовательный процесс? Во-первых, это дополнение подготовки международника уникальными компетенциями, которые связаны с пониманием культурного наследия, именно с пониманием его. И вот роль этой понимания для будущей профессии международника. Второе – это работа с историческими источниками. И за время работы школы вы убедились в том, что для того, чтобы противостоять фальсификациям, мифам многочисленным, необходимо квалифицированная профессиональная работа с историческими источниками. К преподаванию нами привлечены эксперты ЮНЕСКО и КАМОС, которые представляют не только теорию, но и опыт реализации международных стандартов языка ЮНЕСКО. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляет Харюкдинов Рамиль Равилович. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я буквально в заключении перед вопросами. У нас не так много времени перед официальной церемонией закрытия, но тем не менее я хотел бы обратить внимание на ряд дат, которые очень важны в понимании развития России и самой, его историко-культурного наследия. Дело в том, что на следующий год, в 2022 году, исполнится 300 лет выхода в свет первого указа, указа Петра I, о охране культурного наследия. Он был, как вы думаете, уважаемые коллеги, почему я говорю о роли и места России, роли и места Татарстана в этом процессе. Первый в российской истории указ о сохранении наследия связан с большим минаретом болгарского городища. И Петр I, проплывая во время Азовского похода, остановившись, убедившись действительно величием этих архитектурных сооружений периода Золотой Орды, поручил прислать мастеров, каменщиков, для того, чтобы сей памятник сохранился на все времена. И вот мы, памятниковеды, историки, культуры, ведем отсчет традиции именно с этого периода и этой традиции более 300 лет. 300 лет – это в мировой истории тоже значительная дата. Это означает, что Россия никогда не была отсталой, она всегда обращала внимание, в том числе бережно сохраняя историческую память. Что касается сегодняшнего дня, Республика Татарстан не стоит на месте. Вот коллеги мои называли основные памятники, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они связаны с историко-архитектурными объектами, археологическими объектами, памятниками природы. Но сейчас, раскрою секрет, казанская команда, она работает над новой номинацией. Мы пытаемся и добились уже определенных успехов. Этот объект, который мы представляем, уже включен на сегодняшний день, предварительный список ЮНЕСКО, официальный. И нам осталось вот процедурно год или два, для того, чтобы достичь этого результата. Этот объект связан, опять-таки, с историей науки. Это один из немногих памятников, единственный пока на сегодняшний день в России, памятник науке и технологиям. Речь идет о наследии астрономических обсерваторий Казанского университета. Мы благодарны судьбе, что несколько лет назад, несколько десятилетий назад, в системе ЮНЕСКО появилась некая инициатива, которая была связана с астрономией и мировым наследием. И на сегодняшний день этих объектов не так много. Гринвич, Стоунхендж, и некие обсерватории мира в Китае, в Узбекистане, обсерватории Угбека, которые вошли в состав всемирного наследия. И вот мы надеемся, что к тем объектам великим, например, Пулковской обсерватории, которая вошла в состав список ЮНЕСКО, но в виде одного из объектов исторического ядра центра Санкт-Петербурга, Казанские обсерватории, обладающие уникальными для своего времени и технологиями, а самое главное, результатами научных исследований, также пополнят сокровищницу человеческого знания и станет одной из ярких гуманитарных ценностей всего человечества. И мы признательны вам, что и сегодня вы, находясь в республике, получаете возможность не только знакомства с новыми знаниями, которые блестяще, на мой взгляд, предоставляли вам наши лектора, и были связаны не только с политикой, не только с историей, не только с прошлым и современностью, но и тем богатейшим наследием, без которого не может быть сформирован человек, не может быть сформирована личность. Речь идет о вот этой соотношении исторической памяти, познания и человеческой культуры. Вот эти два символа, они всегда лежат в основе формирования характера, формирования мироощущения и своей собственной идентичности. Благодаря этому мы себя олицетворяем своим народом, своей территорией, страной. И сегодня мы дискутировали по этому поводу, вернее, поддержали Веронику Юрьевну, в том, что надо всегда говорить, это моя страна, моя культура, но нужно осознавать, что в нее влились многочисленные ручейки вот этой самобытной культуры, той территории, из которых, собственно, и представлено наше замечательное государство. Спасибо вам большое. Я думаю, у вас есть тоже огромное количество причин гордиться своим языком, своей культурой, историей своей страны. Поэтому примите от нас, от одних из организаторов, большую благодарность за то внимание и ту активность, в которой вы принимали участие в работе нашей зимней школы. Бигзур Ахмед, спасибо огромное. Благодарю вас. Спасибо. Коллеги... Спасибо, спасибо. Да, на самом деле, Россия, в общем-то, выработала вопросы взаимодействия с ЮНЕСКО, у нас этим занимается комиссия по делам ЮНЕСКО, Министерства иностранных дел, то есть это, в принципе, прерогатива Министерства иностранных дел. Но вот насколько объекты культурного наследия междисциплинарные, об этом говорили, вот и тема исторической памяти во многом связана. Дело в том, что в культурном наследии, видите, кого только нет. И какие науки. Это здесь и история, здесь и археология, здесь и этнография, как таковая, здесь архитектура, здесь реставрация, есть масса других, без которого раскрывать объекты культурного наследия невозможных. Поэтому вот это междисциплинарность и определяет. Кроме того, для того, чтобы роль экспертного сообщества в этом была создана, как раз и создан вот этот ИКОМОЗ. Это международная организация, как вы знаете, штаб-квартира находится в Париже на сегодняшний день. Есть и, соответственно, национальный комитет ИКОМОЗ России. Число членов ИКОМОЗа у нас около четырех, более 42, более 10% из них живет, работает здесь, в Казани. Ну и, соответственно, вот эта система ИКОМОЗ, она позволяет проводить эту экспертную работу. И самое главное, понимать те документы. Почему я говорю эти документы? Дело в том, что в ту же саму конвенцию изменений не вносятся, а вот в те документы, которые связаны, оперативное руководство по применению конвенции, документы ИКОМОЗ, вносится масса различных изменений. Значит, соответственно, их надо знать и своевременно готовить для того, чтобы мы могли таким образом представлять. И такую возможность как раз создает участие ИКОМОЗ. Кроме того, это кафедра ЮНЕСКО. Вот здесь у нас Елена Митхановна, к сожалению, ушла, она из Института страны Азии руководитель кафедры ЮНЕСКО. Здесь, в Казанском университете, вот я являюсь руководителем кафедры ЮНЕСКО. И мы как раз ищем сейчас возможности выхода на другой институциональный уровень. Есть очень хорошая форма, которая называется институты ЮНЕСКО. Это центры, которые связаны ну то, что олицетворяет. Ну, к примеру, очень для нас важная тема, тема культурного языкового многообразия. Недаром первый президент республики Татарстан Ментимир Шарипчаймиев избран послом доброй воли. Вот это его уже второй срок. И он как раз под его руководством, в том числе, естественно, с участием вузов и Казанского федерального университета проводятся очень большие конференции. К примеру, тема сбережения человечества. Очень важная активная тема. Она затрагивает все стороны. Ну и, кроме того, вот, скажем, участие в этих кафедрах, участие создает нам возможности проводить консультации и готовить эти номинации. Скажем, сейчас в настоящее время достаточно активно мы работаем. Вот последний объект, который был включен, это Большой Псков, хотя его первоначальное в виде, значит, в виде Кремлей пытались только заявить, но теперь представили как Большой Псков и в 2019 году на заседании комитета в Баку этот объект был включен. Это, по сути, одна из выдающихся средневековых архитектурных школ, которые, ну, создают вот образ Руси, образ Руси, причем Северной Руси. Ну, и многие, вот тот же, возьмите наш Успенский собор, вы думаете, кто его строил? Его строили псковские мастера. Ну, естественно, конечно, при участии местных мастеров с использованием вот тех традиций, которые были характерны для болгаро-татарской архитектуры. И, кроме того, достаточно активно мы работаем и взаимодействуем при подготовке вот такого памятника, как Танейс. Это древний античный город на юге России. Это, по сути, как бы наиболее важный показатель античной культуры и античной традиции по сути на севере получается, ну, с точки зрения Греции, да? И вот в чем его уникальность? Это вот эта тема, которую здесь поднимали, тема создания синкретичной культуры. Если вот для болгар и Свиярск мы заявляли это взаимодействие православия и, соответственно, ислама и, собственно, изменения вот тех парадигм, которые в этот период, то Таноис это создание синкретичной культуры, связанной с Грецией, с греческой традицией и с кочевниками, с кифами, с арматами. И как раз Таноис стал той точкой, которая формировала вот на территории России вот эту многоэтничность. здесь здесь есть много пересечений, которые характерны. Ну и на сегодняшний день вот 27 объектов от Российской Федерации включены в список ожиданий, вот в этот предварительный список. Ну и кроме того, ведь меняются подходы. Если, скажем, когда мы Кремль включали, там можно было до трех, до четырех объектов принимать, то сегодня, скажем, два года назад еще по два объекта, один культурный, один природный, то сегодня только один объект. Ну и соответственно, те регионы, может быть, видя опыт Татарстана, начали активно этим заниматься, но не всегда хватает знаний, не всегда хватает специалистов, потому что надо готовить номинации на высоком уровне и самое главное обеспечить защиту и управление для того, чтобы ЮНЕСКО не имело возможности придраться. Почему я говорю придраться? потому что это создает, скажем, на территории объекта, если проводятся какие-то мероприятия, которые не соответствуют требованиям конвенции, то этот объект исключается из списка всемирного наследия. Это очень большой скандал для страны. Ну и еще одна традиция, во многом взаимодействие с ЮНЕСКО и благодаря этой же конвенции в Татарстане начали активно реализовываться. Скажем, для исторического центра города Казани было очень важно подчеркнуть вот это его человеческое лицо, то есть взаимодействие старого и нового. И вот как раз была разработана концепция сохранения и развития исторического центра Казани, которая позволила остановить вот те сложные процессы, когда памятники начали разрушаться. Сегодня такая работа начала проводиться в городе Елабуге. Я думаю, вы многие видели, как раз в рамках развития исторической школы здесь проходило большое мероприятие, которое запланировало подготовку такой концепции. Она позволит решить вопросы вот этого нового видения, ну, конечно, на основе сохранения самого города Елабу. И вот этот город-памятник, он обретает новые черты, но в основном на базе тех традиций, которые были заложены здесь более чем тысячи лет. Ну, и соответственно, для того, чтобы еще раз вот это подчеркнуть, прежде чем перейти к вашим вопросам, хотелось сказать о том, что вот эта работа, это работа ваша будущая работа. Потому что, скажем, если вы уедете, вернетесь в свои страны, эта тенденция будет важна. Ну, и соответственно, вот, скажем, года два назад мы ездили в Катар, ну, они попросили нас помочь им проконсультировать. У них единственный объект, который, ну, самый богатый страна, но тем не менее, это объект археологический, который находится прямо на берегу моря, ну, помочь им с разработкой плана управления. Работали из Дании, из Датского университета, ну, и, соответственно, наши специалисты. Это как раз показывает о том, что эта проблема характерна для многих стран, ну, и, естественно, я думаю, вы примете в дальнейшем свою работу. у нас со временем очень тяжело, потому что остается буквально 15 минут, собственно, до подключения наших коллег из Москвы в заключительной стадии. Последнее, что хотелось бы, наверное, сказать, я думаю, вы не обидетесь, культура и экономика идут рядышком. Пример Татарстана как раз и показатель, насколько изменилось отношение к Татарстану, когда расцвели музейные территории, когда появились прекрасные объекты для посещения, и на сегодняшний день количество туристов у вас с Елабуги во сколько раз? Более 500 тысяч, и представляете, это всего лишь небольшой город. Казанский Кремль посещала буквально несколько лет тому назад до 600-800 тысяч в год. Теперь цифра вот до пандемии это 3,5 тысячи. Это миллионы, да, прошу прощения, 3,5 и до 4 тысяч миллионов туристов, которые приезжают специально в Казань, не только в туры одного дня, а это новые средства, это новые рабочие места возникают и очень серьезные отчисления в местные бюджеты. Поэтому абсолютно важно осознавать, что историки, культурологи, памятниковеды во многом формируют и будущее развития той или иной территории. Это тоже надо осознавать. Любая культурная программа, она предполагает за этим усиление многократной привлекательности региона и с экономической точки зрения. Поэтому пример Татарстана для всех очевиден. Есть очень хорошие перспективы дальнейшего развития не только и нас, но еще ближайшее окружение и в целом всех российских наиболее интересных с точки зрения истории, культуры, территории. Спасибо большое. Если есть вопросы, наверное, один-два, и мы затем возьмем эту небольшую паузу перед завершением нашего мероприятия. Пожалуйста. Пожалуйста. Рамиль Рабилович, можно все-таки задать вопросы? Вы сказали, что готовится большая работа по внесению Казанской обсерватории тоже в этот проект. Какие еще памятники в Татарстане планируются в такой работе? Вы меня удивляете. А гляньтесь вокруг. Елабог прекрасный город. Одно из возможных вариантов. Это исторический центр Елабоги. Это прекрасный образец не просто уездного, регионального, провинциального. Забудьте слово провинция. На самом деле, это была столица огромной территории. И то, что вы сохранили, это можно еще более, вложив несколько усилий, получить дополнительный импульс для развития еще раз говорю, и не только Татарстан, хотя Татарстан это действительно страна городов великолепных, и это и города с тысячелетней историей, не только Казань, Елабуга, буквально мы можем назвать с десяток населенных мест в республике, которые претендуют на достойное изучение и продолжение вот этой следственной работы. Спасибо вам большое за освещение деятельности в этом вопросе и объявляет если есть еще вопросы, пожалуйста, один мы можем осветить перед большим нашим торжественным закрытием. Вопросов нет? Спасибо всем большое. Объявляется перерыв до 15 часов. 15 часов мы вас ждем здесь.